Всем привет, с вами Аня, и вы на моём канале. Мы продолжаем играть в Avatar World, и я к вам сегодня с новой подборочкой багов, секретиков и лайфхаков. Выпуск будет очень-очень классненьким, поэтому завариваем что-нибудь вкусненькое покушать, несём чаёчек, кофеёчек и усаживаемся поудобнее. А я вам всем желаю приятнейшего аппетита и просмотра. Многие задавали в комментариях, почему у них нет некоторых персонажей на локации. Так вот, друзья, чтобы все персонажи появились, вам нужно перезагрузить мир. Да, такая же система, как и со стульчиками. Это очень печально, я вас понимаю, но пока что нет такого обновления, чтобы у нас построечки сохранялись. Поэтому, друзья, если у вас кого-то не хватает, то это такая же ситуация, как и у меня на основном устройстве. У меня там тоже на улице нет многих персонажей. Поэтому, друзья, чтобы они появились, надо всё обновить. Ну а теперь давайте перейдём к самому-самому срочному. Пожалуй, это самый крутой лайфхак на сегодня, ребят. Нам надо взять вот эту вот доску. У персонажика, посмотрите. Она сломана. Ну что, ребят, сейчас я вам покажу такой лайфхак. Вы просто будете в шоке. Двигаемся в магазинчик. Вот этот вот обувной, с одеждой. Тут ещё шариков много. И надо дойти до самого конца. Достаем персонажика. Нам помогут ножницы, ребят. Передаём персонажу ножницы. И смотрите, что мы можем мастерить. Вы представляете, с этим скейтом мы можем мастерить гирлянды. Вот такие вот праздничные гирлянды с днём рождения. Я просто в шоке, ребят. Это так удивительно. Давайте сейчас вернёмся сюда. У нас опять появилась эта доска. Я хочу смастерить всё. Второй вариант гирлянды. С короной. Это просто потрясающе. Это невероятно. Очень годный лайфхак, ребят. Вы понимаете то, что теперь у всех есть возможность мастерить вот такие вот великолепнейшие гирлянды. И они абсолютно бесплатные. А есть такая небольшая подсказочка. То, что они находятся в платном паке. Сейчас мы это с вами тоже проверим. Давайте только смастерим последнюю гирлянду. Да, ребят, чтобы у вас появлялись эти скейты, достаточно просто перезаходить. И вот такая вот последняя гирлянда. Ну а теперь давайте раскроем карты. Зайдём в паки. Только не в магазинчик, а в паки. Вот у нас есть пак. Новенький появился. Давайте его распакуем в особнячке. И покопаемся в коробочках. Здесь тоже должны быть эти гирлянды. Нам точно понадобятся какие-нибудь ножницы. Может быть вот это гирлянды? Нет, наверное, это не те. Сейчас посмотрим, ребят. Нет, это, наверное, не те. А сельские? Ну, по-моему, это да, это другие. Тоже симпатичные гирлянды, но немножко не та история. Нам нужна бумага, вот. Смотрите, ребят. Такие же гирлянды, которые и получаются со скейта. Вы представляете? Разработчики действительно прислушиваются и добавляют вещи из платных паков. Пишите, ребят, в комментариях, что бы вы ещё хотели из платных паков. Возможно, они услышат, прочитают и также что-нибудь добавят. Какой-нибудь секретик. Вот это будет очень-очень классно, согласитесь. Давайте отсюда выйдем. Я хочу показать вам один небольшой баг. Он находится в рыбацком домике. Нам нужно взять вот эту вот доску и поставить персонажа. Персонажи на этой доске багуются. Смотрите, если мы поместим воду и начнём плавать, она начинает грести. Но обратите внимание, в руках-то у неё ничего нет. Это правда очень странно. Так загадочно. Тоже какая-то магия. И если мы, кстати, опускаем, тоже баг происходит. Она плавает в воздухе. Непонятно, ребят. Вот это чудеса какие-то. Что с персонажами происходит? Как давно эти баги существуют? Ой, теперь я встать сюда не могу. Вот, всё встало. Но баг, кстати, работает, если мы повторно сюда встаём. Тоже имейте это в виду, ребят. Может быть, вам пригодится это для чего-то. Напишите в комментариях, для чего это может пригодиться. Ну, а я хочу показать вам ещё один баг уже в зоомагазинчике. Давайте в него загрузимся. Надо выйти во вторую локацию. В самом-самом конце. Отсюда нам понадобится хомячок. Сейчас покажу небольшой баг, тоже прикольный. Пригодится для какого-нибудь мини-фильма или сериала. Нам нужна Анита маленькая. Ну и мой большой персонажик. Передаём хомячка Аните. И ставим его рядом со мной. Ну, вернее, Аниту сажаем со мной. У нас появляется поза с хомячком. И мы начинаем танцевать. Тут-то и самое интересное, ребят. Теперь Анита может перемещаться с танцующим хомячком. Смотрите, это очень-очень классно. То есть, вы так снимаете какой-нибудь мини-фильм, отошли там за продуктами, Анита сидит и смотрит на выступления хомячка. Вот это забавно, ребят. И так могут танцевать, я думаю, все. То есть, собачка. Давайте попробуем собачкой сделать. Также дадим Аните. Ой, только она его вперёд. Наверное, слишком большой питомец. А если мы станем? Может быть, в стоячем положении получится? Ребят, я не знаю. Наверное, мы не можем больших питомцев передавать. Что вы думаете? Может быть, я как-то неправильно пытаюсь это сделать? Это слишком большой питомец. Да, и котика я не могу забрать. Но у меня... Вот, всё, смогла, друзья. Но тут у меня котик-то не танцует. Да, это жалко. У нас танцуют только собачки. А собачка как-то, я не понимаю, не прикрепляется. Она слишком большая, наверное. Ребят, наверное, всё-таки собачкой не получится это сделать. Но можно будет сделать с какими-нибудь другими питомцами. С кроликами, с рыбками. Давайте с рыбкой попробуем. Вот, передадим её сейчас Аните. И так же забагуемся. А нет, с рыбкой не получается. Слушайте. Наверное, это будет работать действительно только вот с хомячками и кроликами. Если вы найдёте ещё кого-нибудь, ребят, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Возможно, это будет работать с платными питомцами. Да, может быть, с собачками из платных паков. Ой, смотрите, какой забавный. Ребят, это потрясающе. Просто мега мило. Ну, а теперь мы вернёмся на новую локацию. Улица. У нас открылся торговый бульвар. И здесь я вам показала не все секретики. Нам нужна карточка, ребят. Я собрала не все предметы в прошлый раз. Большое вам спасибо то, что подсказали, где находится последний подарочек. Да, карточка не вылезает. У меня карточка не вытаскивается. Такое чувство, что там ночка сидит, а не карточка. Всё отлично. Передаём карточку. И давайте сейчас ходим по магазинам. Снова посмотрим на все подарочки. В обувном мы можем получить обувь. Вот такую вот прикольную. Смешная обувь очень. Также мы можем получить вот здесь вот подарочек. Я его не пробила, ребят. Но здесь находится доска. Вот такая вот новая доска. И с ней все те же самые позы. Обратите внимание, какая же она красивая. Мне так нравится этот стиль. Тоже, кстати, подходит персонажам. Да я думаю, вам тоже очень подходит. Давайте отсюда выйдем. И пройдём в следующий магазинчик. Вот с кепочками, я не помню, есть что-нибудь? Сейчас посмотрим. Да, нам выпадает шапочка вот такая классная. Тоже дополнит ваш образ. Двигаемся дальше. Давай же, пошустрей, пошустрей, девочка. В магазине с одеждой вы можете получить комплект одежды. Он состоит из юбочки и вот такого топика. Очень красивый комплект, я считаю. Топик сейчас там мне. Мне он действительно нравится. И дальше, ребят, мы должны зайти вот в этот вот милый магазинчик. Тут-то я и не забрала подарочек. Я думала витрина подарочек. Но подарочек-то вот эти вот очки. Они нереально милые. И посмотрите, ребят. Я уверена, вы все их уже получили. Это я, как всегда, вот пропустила. Но большое спасибо то, что мне подсказали. А следующее, что мне подсказали, это как выйти из художной. Все-таки отсюда есть выход. И он находится вот здесь, возле котика. Надо как-то вот сюда навести персонажа. И тогда мы все-таки сможем перейти в ту локацию. На торговый бульвар. Давай, девочка, помещайся. Вроде бы большая лестница. Вот, смотрите, ребят, получилось. Мы выпали прям. Мы прям выпали. Нас как будто бы пинком выгнали. А почему она так падает? Это какой-то баг, что ли? Почему ее будто бы пинками из этой художной выбросили? А из магазина мы так же вылетаем? Как-то непонятно. Да, ребят, персонажи просто вылетают и падают из магазинов. Вот это действительно прикол. А почему так? Вот здесь нормально она приземлилась. Странно, конечно. Будто бы мы сделали что-то ужасное, и нас выгоняют пинками. Кстати, хочу вам еще один секретик показать. Здесь нам надо взять доску и выйти на улицу. Надеюсь, не упадем. Нет, не упали. И тут, ребят, есть вот такая вот горка. Такой трамплин. Мы можем, оказывается, на нем тоже кататься. Смотрите, небольшой такой трамплинчик. Помните, кстати, был ролик в ТикТоке, где у нас гоняли на скейте по улице? Мне кажется, эта отсылка и была вот к этому. Постепенно нас так готовили. Но таким вот образом вы здесь тоже можете покататься. И, кстати, по поводу ТикТока. У нас он снова появился. И там уже есть два классных ролика. Сейчас хочу вам их показать. И сразу будем комментировать. Итак, смотрите на первое видео. Нам показывают телефончик. Все переписываются, общаются. Кто-то удивляется, кто-то радуется. И у нас появились сразу теории, ребят. То, что это намек на не только восстановление ТикТока, а то, что у нас появится скоро общение. То самое общение в телефончике. Помните конверт в телефоне? Так вот, что если его действительно вот-вот разблокируют? Ну или в этом году уж точно. Ребят, как вам такая теория? Пишите свои догадки в комментариях. Следующее видео. Это видео по поводу торгового бульвара. Новое обновление. Машет Мишка. Радуются девочке. Возле фонтана там котик промелькнул. Все ходят за покупочками. И классно проводят время. Мне очень нравится это видео. Оно так поднимает настроение. И тоже хочется ходить по магазинчикам. Я очень рада то, что восстановили ТикТок официальный. Будем ждать новые промокоды. Надеюсь разработчики в честь возвращения ТикТока обязательно что-нибудь выпустят новенькое. Ну а я обязательно сообщу вам, ребят. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить главные промокоды. Тут они появятся в первую очередь. Для следующей проверочки мне нужно забрать семена. Вот такие вот семена. Вообще можно взять любые. И так же леечка. Выходим. И возвращаемся в торговый бульвар. Здесь есть такая зона с землей. Так вот, я хочу проверить, можем ли мы здесь что-нибудь вырастить. Вот посадить семена. Так, ну что мы посадили? Ничего не растет. Нет, ребят, здесь мы ничего не можем посадить. Давайте продвинемся дальше. Может быть с другой стороны сможем посадить? Попытка номер два. Нет, здесь у меня тоже ничего не вырастает. А что если мы посадим свои цветочки отдельно? То есть вот возьмем отсюда и попытаемся их туда посадить. Давайте это проверим. Может быть сработает? Что же я все сюда загружаюсь? Достану персонажика. Ну что, можем ли мы их сюда посадить? Нет, они падают мимо. А если с другой стороны? Хоть где-то должно это сработать. Хоть как-то украшать улицы. Ну вот здесь почти, почти, ребят. Но все равно мимо. Хотя можно представить так вот как-то украсить все-таки это местечко. Я думаю тоже будет прикольно. Вы мне еще, кстати, в комментариях написали, то что если нажать восемь раз на эту мишку, выпадет подарочек. Давайте это проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Семь. Восемь. Так. Ну что, подарочка нет. Почему-то мне ничего не выпало. Интересно почему. Наверное, потому что меня как всегда обманули. И этого лайфхака нет, ребят. Секретика нет. Это очень-очень жалко, потому что мне действительно не хватило этого секретика, чтобы ну что-то хотя бы появилось с этим мишкой. Также мне написали то, что если покопаться в мусорке, то что-то можно найти. Вот я нажимаю и ничего не нахожу. Да, уж странно. Может быть нет мусорка. Не знаю, давайте перейдем к следующей. Тут же были еще мусорки. Да, вот еще есть мусорка. О, ого. Подождите, ребят, монета выпала? Да. Ой, а куда она делась? Стоп, я нажала на мусорку, у меня выпала монета, а теперь ее нет. Это прикол. То есть я достала монету и сама ее и выкинула. Но почему она не достается-то? Где моя монета? Дайте мою монету. Я что-то не поняла сейчас, ребят. Это что только что было? Тут же выпала монета. Или мне показалось? Надо будет потом на видео пересмотреть. Но повторная монета не выпадает. Сколько я не нажимаю. Может быть она провалилась там за мусорку? К сожалению, больше покопаться негде. Но это правда загадочно. Очень необычно. Я все-таки хочу еще проверить тот баг с питомцами. Попробовать передать собачку из платного пака Анити. Может быть с ними она сможет танцевать. Вот с этими маленькими. Давайте также все это дело провернем. Передаем собачку. Да, может держать. Мы стоим рядышком. И танцуем. А Аниту отводим. Смотрите, друзья. Собачка танцует рядом с Анитой. Это так мило. А я там одна веселюсь. Да уж. Тоже прикол. Жалко мы не можем кролика присоединить. Но это можно сделать еще с одним малышом. И будет у нас такая танцующая компания питомцев. Мне также написали в комментариях, чтобы я проверила баг, который связан с этим персонажиком. У которого сломана доска. В магазинчике я собираюсь починить эту доску. Давайте, ребят, сделаем эту позу. Анимацию. И вернемся в магазинчик. Будем сейчас проверять новенький баг, который якобы появился. Пока что не знаю, но очень интересно. Мне написали, если прокатить этого персонажа где-то здесь, то он отлетит куда-то и зависнет в воздухе. Так ли это? Ну, пока что он вроде бы очень даже неплохо катается. Ребят, нет, персонаж нормально себя ведет. У меня ничего не забаговалось. Может быть, я не здесь его прокатила? Может быть, надо там, где кубики? И он зависнет над кубиками? Давайте его с позой прокатим. Он там пугается. Давай катись, мальчик. О, вот, смотрите. Ну что, тоже на месте вроде бы. Никуда он не падает. Может быть, вот здесь вот имелось в виду то, что он отлетает? Ну ладно, да, он здесь отлетает, но не зависает же в воздухе. А такое ощущение, что, писали, он как-то застынет вот здесь. Ребят, вы что-нибудь знаете об этом? Да, конечно, немножко он здесь багуется. Но не застывает. Поэтому, ребят, даже, честно сказать, я не знаю, где он должен у нас застыть. Может быть, здесь где-то надо прокатить? Или вот тут? Ну или меня просто, как всегда, немножко обманули. Да уж. Ой, ребята, я, знаете, хочу что еще проверить? Дать вот эту доску и подойти ко сцене. Эта доска ведь тоже изначально черная. А сможем ли мы сделать ее радужной? У нас же есть такая клевая фишка, когда мы совмещаем какашечку. Нет, похоже, с этой не работает. К сожалению, ребят, а так бы хотелось сделать такую радужную доску вот с этими ленточками. Я думаю, было бы очень красиво. Ну что, мои любимые, я буду заканчивать на этом видео. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира добра, позитива и много вкусной пиццы. Всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!